всем привет не говорю доброе утро почему потому что у нас сегодня очень холодно пошли пошли матрешки на сегодня очень холодно ночью было минус 1 вот сейчас плюс 3 это капец полный вчера особо ничего не снимали ой малыша не уже бежит 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 вы посмотрите что он делая куда ты лезешь ёшкин ты кот блин вот серьезно ёшкин кот какой-то сейчас сейчас подожди блин дай же я тебе занесу туда куда пошли ты ж коты коты оба да все ты чудик блин с нюхомыки с проблемой кушай давай матрешка не стесняйся посмотри как она грозно может смотреть а иди кушай давай вам сегодня весь набор что есть короче что есть придаем сырок схватил опыт и прям не мяу 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 ты кошак так уж и кушай вчера у нас был тяжелый день тоже тяжелый морально видишь так и называется морально тяжелый день короче предыдущая я вообще короче шо у нас теперь новый жорик вот решили этого кота малыша назвать жориком кися кися пока месь это самое не может сниматься и тяжело это все пережить сроки вот так что такие пирожки ребята хотя нормально что если одесса то очень даже и не холодно сейчас занимаемся управляшками и опять собираться в город опять на доехать блин там справки то все короче ну блин как обычно все справки субсидии были на оформление опять пойду город блин еще до свет на заехать на свет и заехать резетки вырезать вот хлопцам бог лучше шпаклевать там где гипсокартон где гипсокартон нету резеток там пометки есть что там должна быть резетка там должна быть резетка но там все пометки даже точных мест нету о китках даже точных там мест нету надо сейчас поехать прикинуть что к чему вот блин собаки еще ешкин кот собак накормить оба собакам добавка кровянка и сырок надо заехать купить этих шеек потому что закончилось не я скажу всем привет ребята немножечко сейчас не форме вот и обязательно сегодня я думаю отойду обязательно запишу какое-нибудь видео просто тяжеловасто немножко по мне наверно заметно все будет нормально сейчас сейчас по яичку бульон да 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 всем кормим собак город я сказал да справка блин и галки собаки в ожидании чудо сейчас накормить и масюлечкин иди сюда испугался мальчик то иди сюда иди сюда выходи представляете напали вы говорите не тронуть собаки напали только что лопатой по задницам получили хорошо мы здесь были рядом она дурно маленькая не понимает прямо лезет под этот к ним подошло прям под нос конечно вытягиваю оттуда хорошо что мы тут были так куля иди сюда сейчас матрешка его заберет и уведет мне кажется а он залетел в дом с переляку такое место нашел хорошее ой малыш мне кажется его матрешка сейчас уведет не потяпали целый хоть не цепляйся так сильно не бойся не бойся сердце колотится не нормально не ухватили не успели не успели не успели ну мелкий что ты видела краем носом его дух а пол блин да не видел я ж не успела вылететь он трусится ух ты господи а матрешка как испугалась ты видел побежала его защищать надо выйти к матрешке цена его сейчас возьмет и уведет мне кажется я уже хотела уже начал к тебе привыкать жорик жорик прикинь я его назвала жориком как жориком назовем собачь мокрый слюни ну хоть не просто слюни жук испугайся ой я блох у тебя жук испугайся да вася пошли на улицу может там матрешка переживает за него там да ты что у нас почему матреша матреша матрешечка матрионе блин она убежала матреша у все есть место на твой вот он вот он ребенок твой не бойся мамин мальчик даже хорошая девочка спасли блин ты как-то за туле чтоб он не выходил отсюда он бизи домой мы бизи бизи пиву бизи до мамы пожалейся ну все хорошо все хорошо но это для него тоже опыт что к собакам подходить нельзя к собакам подходить вот эту дрожься твой твой мать да твой мальчик может ей вынести покушать я такой что съели уже я так понимаю что он сам все слопал ну одна косточка смотрю что к ты его не водил нас слышишь не забирай его у нас то ты видишь он пролазит через щелочь глупый жук иди мамка зовет медвежонок да матрешечка надо вынести что-то другого покушать кому сказать крышки есть может дать крыши охотиться на тебя он и найти выискать ой мур мур да мур да хорошая девочка хорошая набежали твоего мальчика надо пойти крышек мы принесете их может быть кушать принесешь да да шо матренька вон же у тебя миски там мяско стоит с бульончиком еще что-нибудь да да вот так вот как его вот кошку они не трогают они боятся а котенок он же видите фух я же сама испугалась девонька ты красивая ты очень красивая тебя даже жорик одобрил да сам привел тебя можно так сказать добрил до нее никого вообще во двор не пускал она прям рядом с ним сидела как замену вроде себя искал да и мамень вон мальчик рядом пухнатик мальчик пухнатик сейчас крылышек те вынесет кидай это просто таки не знаю так что у нас стройками занимается в кировограде или в ближайших там поселках возле кировограда доски можно приобрести еще вот район август то есть это конечко попова вот здесь тоже склад досок есть это же по моему 3500 закуп мы брали 3600 на балашовке здесь 3500 вроде бы за обрезную доску ну и можно договориться так что так тут подъезжать можно и я сейчас мы будем выезжать я покажу где это находится кому надо и такая информация вот кстати есть номер телефона сейчас попробую приблизить ближе чтобы было видно вот и тут еще и делают мебель так что кому надо звонить еще раз и приход происходит весь день до фу хуй да то мамка то вторая мамка то наши дела здравствуйте скажи всем привет в общем получается едешь вроде как под своим делом да а потом добавляется еще куча надо было заехать за справка а надо было просто за справкой потом заехать вырезать свете дома розетки и заниматься нашим домом а при чем тут заправка машины не в этом дело спасибо заправка нам не помешает и в всем же делом дело во времени во времени просто сейчас я вам покажу где это я вам показываю где-то это находится нормальные цены вот смотрите вот если выезжать в тот район это попова получает а это вот это полностью попова это герой старинграда улица это герой старинград я здесь и все 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 там делать шиномонтаж вон там есть написано на тут дальше овощной рынок вот по сбоку там где мы зелень берем там делать это оптом берем картофу и все остальное но сейчас уже мороза были ночью поэтому смысла нет у них конечно на мост машинах и может чем-то накрыто но это все уже это вообще дорога на наш скрытый рынок вот так вот прямо правильно и реверсеринград а вот уже калина маль или миновали раньше был кирайзеринград а твой телефон сейчас смотрю уже малый да лежат так тут где-то автошкола есть по этой дороге а вот рынок который вам говорила тут овощной получается получается вот там идти ну во многом ничего продается довольно таки по нормальным ценам ну сейчас я говорю сейчас все продается и сейчас но я так подозреваю что много проморожено да 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 я тоже что-то подозреваю так ну у нас кабаки позамерзали на улице нет только там где край торчал ну краечку ну так пожалуйста ну все равно поподмерзали дело в том что кабаки они у них плотная шкурка а ты представляешь что значит картошка это все ну ничего да она сразу сладкая будет потом занесете в тепло она как вафля будет потечет потечет да так что так так ну сейчас мы еще заедем все таки заедем до этих глухонемых покажем где ткань покажем конечно потому что я обещала сегодня по моему ринго да по моему да кто-то спрашивал да кто-то спрашивал где это находится где у нас продается ткань для перетяжки сейчас мы все это покажем улица Волково да это улица Волково получается это конец Беляевки можно так сказать и вот этот мостик возле посадки как на Балашовку езжать а это я сейчас рассказываю как ехать к Лухонемых да тут у нас это ж посадка вот здесь вот для ориентира 8 школа есть речка Вонючка наша знаменительная знаменительная да ой так ее не видно очевидно вот так там 8 школа это через мостик мы езжаем сейчас на старую Балашовку и это Родниково да ну вроде как я не знаю сейчас мы вам покажем где это сразу тут недалеко вот так вот повернули так едем 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 прямо прямо я теперь поворачиваем я хотела ускорить это все а все так ускоряем Ух ты, бочка такая. А, так куда нам поворачивать? Туда. А, туда нам поворачивать. Так а при чем тут пяточок, где мы крылышки брали? Блин, я тебе пытался объяснить. Это с другой стороны. Получается, первый дом, где над посадкой, вот сюда нам надо поворачивать? Да. О, поняла. Это там, где моя крестная живет. Или что? Нет, живет здесь. Вот этот большой магазин? Я знаю, где-то здесь. Вот этот, наверное, магазин, мы раньше здесь с крестной дочкой покупали. Распашонки для кукол. Уют, да. Вот, пожалуйста. Вот здесь вот, теперь у нас продаются ткани и все остальное. Сюда переехали в украине мы. А раньше были возле первой поликлиники, да? На Габдурахманово. Так, ну мы пошли. Там я уже снимать не буду, потому что вряд ли разрешала. Ребята, разрешили нам внутри поснимать немножко. Смотрите, чтобы вы понимали, здесь можно купить все, что вы хотите. Я вам показываю, а вы уже смотрите, сами разбирайтесь. Это все кожзам, вернее. Вот и кожзам есть. И, в общем-то, какие хотите. Вот, смотрите. Есть и мягенький такой кожзам. Вот это все полностью. Цветовая гамма какая хотите. То есть для перетяжки дивана, для перетяжки уголка, то есть яркие цвета. Это все типа кожзам. Поролон любой плотности, любого вот этого. Есть такой поролон, который принимает форму. Ну вот тело, знаете, как вот эти дорогие подушки продаются. Вот. Которая типа... А вот смотрите, какой красивый. Прямо с рисунком можно купить. Это вот тоже кожзам. Значит, какой класс. Ткани различные. Можно для перетяжки дивана. Какие хотите. И цены абсолютно недорогие. По 280 гривен, по 260. Вот смотрите, какие. То есть разнообразие просто обалденное. Все, я вам сейчас много быстро не покажу, потому что тут нужно провести очень много времени для того, чтобы все показать. Вот такие кофейные есть. То есть приезжайте и выбирайте, и смотрите. Можно подушки вот эти вот на диваны самостоятельно пошить. Можно что угодно, чтобы вы понимали. Остатки вон можно купить подешевле. Если вам немного нужно, и по 125 вон уступают. Сколько хотите, сколько чего. Выберите, можно все это найти. Вот смотрите, какая. Это на диваны можно. На пуфики можно. Можно самостоятельно сделать какие-нибудь пуфики, обтянуть. Вот смотрите. Вот прям такими картинами красивая ткань. То есть сейчас разнообразие просто обалденное. Давайте я быстренько пробегу, чтобы было видно. Это тоже для перетяжки. Это тоже для перетяжки. То есть это все идет для перетяжки мебели. Кому интересно, кто у нас в Кировоградской области, пожалуйста. Ассортимент просто. Ассортимент просто обалденный. Вот и космос, и все, что хотите, можно подобрать. Смотрите. Так, давайте, чтобы людей не было. Вот так вот. Вот картины даже. Видите? Смотрите. А автоткани есть, то есть для машин ткани вон есть. То есть тут ассортимент. Обалдеть. Мне тоже такие нравятся мазички. Я под сюда, наверное, не выходила. А цветовые гаммы, смотрите, какие классные. Довольно-таки плотная, приплотная ткань. Так, и выбор обалденный. Все, что хотите. Так, ну давайте, не буду сильно людей тут напрягать, потому что все поразбегались от моей камеры. Еще пройду по первому ряду, вам покажу. Вот, смотрите, вот эта ткань просто великолепная, да? Диванная ткань, вообще просто классная. Ее, кстати, можно взять на плотные подушки. Вот, смотрите, как подушки шьют специально для дивана, чтобы набросать. Можно взять, очень даже классно. Так, что так. А мы взяли вот такой вот. У нас же уголок вот такого. 200. Сейчас вам скажу, сколько. Я уже не помню, сколько он метр стоит. Но недорого. Сколько метр? 185. 185. 185. Я вам говорю, 200. 185. 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 195. 185. 185. 185. 195. 195. 195. 185. 195. 195. дорого. 120 гривен. Вот такая подушка. Чтобы вы понимали, в эпицентре такие по 300. И это без рук. Без вот этих всяких ручек интересных. 90 гривен. Вон мышка. Смотрите, какая классная. Обалденная просто. 90 гривен. Вот такая цветная подушечка. 90 гривен. Вот такой смайлик. 140. Вон собака. Внизу лежит. Вот такие мелкие подушечки для машины. В общем, я же говорю, тут и готовая есть. И у вас же и поролон, да, есть? Да, только в том зале. Второй еще зал и поролон. И вон какая-то собака пинет. Короче, ребята. Вот смотрите, что еще есть. Тоже для мебели все. Для перетяжки. Всякие болтики, шинтики, гаечки. Все, все, все абсолютно. Иголки, булавки. В общем-то, все. Все, что хотите. Сейчас пойду попробую еще в другом зале. Вон, смотрите, какие картины классные. Это все на ткани. Попробую еще в другом зале. А можно так просто показать кусочек? Вон, смотрите, какой выбор. Паларона. Паралона. Вот это вот под перебивочную ткань тоже. То есть, кому по этим делам, аж вперед и с песней. Приезжайте и не стесняйтесь. То есть, все, что хотите. Вон, пружины заменные можно тоже в кровать. То есть, тут самостоятельно можно все скупиться и сделать себе кровать. Вон, стаканчиками, кстати, пружины. Классные. Тоже уже готовые. Видите? Полотно. Обалдеть. Ты видишь стаканами пружины, Коль? Да, да, да. Видишь? А вот уже готовое полотно для кровати. Вот это вот. То есть, обалдеть. Прикольное место для кошки или для собаки. Бежвали. 200. 250, да? 250. В эпицентре такое стоило бы гривен 500. Так что, ребята, все вперед из песни, да? Поменяли они адрес, поэтому приезжайте сюда. Смотрите, всего лишь 300 гривен такая на кушетку. Классная штука. Все. Все показали. Так, еще раз вам покажу. Это как только езжаете на Балашовку со стороны Беляева. Сразу первая девятиэтажка. И здесь магазин уют. Один магазин уют. Если брать адрес, Джерельна называется 79. Сейчас. Вот так. Джерельна 79А. Магазин уют. Обалденный просто выбор. И цены просто минимальные. А мы взяли самый плотный, крепкий. Понял? Бои смягенький. Так, ну все. Поехали. И то. 180 гривен это дешево. Где мы смотрели? А, в эпицентре еще смотрели. 220. А, 220 широкий такой, полтора метровый. Да. Пожалуйста. Полтора метровый, 220. А тут 185. Да? Пожалуйста. Вот вам и красота. Так что, если вы собрали что-то... То с Кировограда вперед и спешили. Сами что-то перетянуть. Или вот такие пуфички маленькие. Или такие, какие они называются. Вот эти на табуретники, да? В эпицентре мы только вчера смотрели. Там, кстати, остатков можно... Остатки тканей, они пауценки продают. Вообще очень пауценки. Если у них не накупляют, они с них подушки фигачат. Да. И дело в том, что эти подушки, получается, я же говорю, в эпицентре самая-самая дешевизна такая, чтобы прямо оно вот... И даже не можно, чтобы посмотреть. Стоит 60-70 гривен. Это такие на квадратненькие подушечки, типа. Небольшие такие, они плоские, чтобы или на табуретку положить, или на диванку, или еще что-то. Здесь, извините меня, такая хорошая, довольно, да? Красивая, большая. Из разных кусочков ярких, красивых, качественных. Закрылся. Вот, из разных кусочков, продается за те же 60, но там уже подушка. Конечно. Классная. Обалдеть просто. Обалдеть. В общем, я в приятном шоке, ребята. Все, едем наконец-то домой. Угу. Выходи давай в отсеку. Не хочу, там холодно. Давай, попастью, Володю. Не забывай меня, не хочу. Приехали мы до Светы, до мамы, вот. Сейчас мы выведем то, что тут купили. И это, да, и поедем домой, а потом Коля сюда назад вернется. Надо вот эти отверстия под розетки вырезать, под, как он называется, под лампочки в гипсокартоне, потому что мы-то, в принципе, знаем, пацаны не знают, где же должно быть. Поэтому ему придется повырезать все это дело. Сейчас. Он разгружает Коля. Ну, там что, мамка купила пару. А, гидробарьер себе, парабарьер, потому что у них Виталик еще строится. Вторая часть Светыного дома. Я выйду, ладно, выйду, вам покажу. Почему? Ой, не выйду. Тут меня Коля закрыл. Выход. Все, можно выйти, да? Выходя. Выходя. Вот, сейчас покажу. Я же показывала, что половина дома, вот два окна Светкина, и половина, два окна Виталика. Вот, и Виталик тоже сейчас там себе достройку сделал. Вот два окна, а вот не важно. Не, ну, понятно, я имею в виду. А, Коля так пищит. И этот, Виталик же тоже там впереди достроился, и крышу сейчас делает. Светки достроили, крышу уже поставили, а они сейчас только делают. Так что так. Что, там еще в багажнике что-то? Канистер. А, ну, давай. Сейчас едем домой, перекусим, Коля переоденется. Канистер, да, да. Вот, и сюда приедет. Так что так. Что, пацанам, может, скажи, что это сейчас стоит? Да, что я ему доказал? Скажешь, пацанам. Скажи, что он сейчас переоденется и приедет. Может, им надо что-то? Мы дома забираем свое самое главное. Сегодня схватила утром таблетки, бы уже не успевала. Уже пила в машине. Мы же позавтракали быстро. И вылетели. Вылетели с дома. Собаки рыгавкают. Ну, там еще в магазине показала. Ты же что не забрал? Штаны вон мои забери, пожалуйста. Книгу домовую. Нафига оно все там? Чтоб ты его запачкал? Что там еще там? Все. В общем... Вискос. Кого? Вискос. А, вискос. Бабушка Люба узнала, что с вами больше нет Георгия. Расстроилась страшное дело. Взяла этот маленький вискос, котенку дала. Так, что, ткань я заберу, да? О, да. Ой, та совсем все забрала. Сейчас вылетят жуки, блин. Ой, да, Вашка. Все, идешь и ищешь глазами. Георгия. Написюкали, нет? А ну-ка быстро признавайтесь. Потому что мы утром их покормили. Они не успели, я не знаю, успели, не успели полком сходить в туалет. И нам же бегом ехать надо было. Потому что там же по очереди в этот Горгаз. А я не рассказала, куда мы. Чеколе рассказывал. Что? Не написали? Ой, молодцы, хорошие дети. Хорошие. Бежи, бегом писать. Давай, давай, давай. Делай, давай. Бывенька, побежали. Астас нам приедет сегодня. Ой, сегодня. В субботу поможет склепать вот это все. Сейчас Коля собирается. Бегом, да. А я и сам могу. А я и сам могу. Мне главное его степля. Помощный. Не, ну хай поможет. Человек хочет помочь, хай помогает. В общем, вот так вот у нас сегодня. Девень, будет что-то дальше, что заснять, сниму. Ох, так что такие пироги? Вот она, вот она, настоящая вкуснячья пицца. Это домашняя пицца. Оба. С курочкой. Вот. С... Короче, со всякими вкусностями. Вот. Это с колбасками. Ай, какая красота. Какая вкуснота. Полевая кухня, да, Николашка? Что за полевая? Ну, мы как эти, как с тобой, как два, блин, я не знаю, кто. Очень даже домашняя кухня. Пицца. Ну, посмотрите на эту пиццу. На ее толщину. Я с капусткой. С чаем. И с огурцами подгулявшими. И огурцы какие-то вообще никакие. Вот это настоящая пицца. А ты посмотри на все муху, блин. А, солнышко пригрело на улице, и вот тебе, пожалуйста, залетело. Сразу моментом. Боже, какой кошмар. Я так хочу, чтобы у нас уже быстрее что-то образовалось. Но тут по-прежнему. Положили вот эту штуку. Как она называется? Кусок? ДВП. 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 Для того, чтобы не протаптывать ножками и всем остальным. Ну, короче. Уже это можно будет, да? Завтра все сделать нормально. Обои обделить, поклеить. У меня там попросили, говорят, если что, покажите, как будете клеить обои. Да покажем. А что там их клеить? Тем более тут кусочками, все кусочками. Это на большом бы куске вам показать. Ну, встык там все. Проще простого клеить. Если на ровные стены, да? Так, что такие пироги? Проще простого. Что, сидим? Сидим. Сейчас Коля едет. Ну, я же уже говорила, в принципе. Едет на... До света ему нужно резетки повырезать там. Хлопцы не знают, да и что, куда-то там тыкаться. Вот. А потом приедет, ему что-то подумай, что поделает, да? В комнате. Да, в комнате у нас... Ой! В комнате у нас вещи. В комнате у нас... В комнате у нас все, в принципе, нормально. Уже можно ходить спокойно. Вот. Уже можно потихонечку тут все раскрывать. Надо, конечно, у тебя еще дырки все заделывать. Вон. Вон что. Вон что. Ой, боль, грязь везде, кошмар там тоже. Ну, вы же понимаете, что все сюда перетаскали в нашу новую комнату, поэтому здесь завал. Тут все. Чего здесь только нет. Тут все. А, блин, цветочки надо пойти полить. Ой, 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 ой. Мой перчик сейчас там сдохнет на этом. А эти денежные деревца... Вот не фокусируются под люком. Денежные деревца, то они долго могут без полива. А вот перчик, вот, мама же мне принесла этот перчик. А тебе больше кусочек или меньше? Меньше, меньше. Меньше. И поперчи мне его, пожалуйста. Ну, почему такие вот дела у нас? Дюван наш стоит. Надо, кстати, купить. А, блин, изделие, изделие. И средства не купили, чтобы его помыть. Ой. Видите, ну, уже такое, блин, вот эти вот шкипы. Да, ну, старый, понятно он. Вот. Ну, вот эти вот спинки, они такие затасканные, заюрзанные. То есть пена специальная. Типа наносишь ее, а потом... Ой, как его... Просто пелесосом. Так, что такие пироги? О, у нас такая, смотрите, какая... Ой, больная-то, нет. Клеенка на стол. Мы вообще ее не на стол покупали. Она такая проклиненчатая штука. Мы ее покупали для этого. Ванну хотели... Ой, блин, не пала. На двери присобачить, потому что у нас там прогнозировался... Ё-моё, бедненький, сейчас тепло лью. У нас там прогнозировался на дверях прямо крючочки для полотенец. И поэтому, если бы мы крючочки для полотенец эти там повешали, постоянно была бы дверь влажная. Ну, так как мы уже ничего там не делаем. Ванной на дверях и ванной двери будем менять и перемещать немного. Вот. То, конечно, да. О, стакан на дверях. Что-то тут стакан делает. Ну, это вход в другую комнату, там, где мы сейчас скучуем с Николаем. Да, Николашка? Ну, кто-то написал, что за Дашей соскучился. Да, Дашка-поросешка. Вот такие вот у нас пироги со всех сторон. В общем, вот такая вот я. Вот такие вот у нас пироги. Закушенная вся пиццу ела. Сегодня мне уже немножко легче. Сегодня я уже отошла, будем так говорить. Главное не вспоминать, не вдумать. Знаете, головой понимаешь, а сердцем не хочешь понимать, душой. Как заходишь, допустим, вот въезжали у моего двор, да. Я говорю, ой, ой, смотри, чтоб там Жорика нигде не было. А, блин, потом, какой Жорик. И зрительно его ищешь все равно. А пока все равно все пройдет. Ну, знаете, у меня Коля целый день вчера день успокаивал. Говорит, так и хорошо, что так случилось. Ты видишь, как он мучается. Поэтому, да, возможно, ему сейчас там намного лучше. Так что так. Устроили мы ему, как, последнее место пристанища, так сказать. У нас там аж далеко в садку. Вот там в конце нашего огорода между деревьями. Он же любил этот двор, да. Это его двор. Это мы здесь, получается, эти как приблудились. А он здесь жил изначально, я так понимаю. Просто когда люди переезжали, бросили, да и все. И он целый год к нам, считайте, не ходил. А потом пришел как к себе домой и начал собаку приучать. Поэтому это мы к нему приблудились, а не он к нам. Вот. И вот мы его так дома и у себя и оставили. То есть в садочке он теперь там будет за всем наблюдать. Со стороны. Да, умный кот был. Я же говорю, что настолько он умный был, что порой на него смотрели и думали, да, Коль. Что-нибудь ты прям как вот, ну, ему в глаза смотришь, и аж страшно становится от того, что у него глаза настолько, понимаете, как-то, как человеческие. Вот. В общем, такие бывают поступки у него умные были. Бывали. Вот. Что просто смотришь и думаешь, елки-палки, аж прям страшно, что настолько умный кот. Что понимает, прям вот ты ему что, ты рассказываешь, а он прям смотрит на тебя и понимает. Так что так. Ну, все мы не вечны. Рано или поздно. Все мы уходим. Так что так. Так. Ну, все, в принципе. На этом давайте я закончу сегодняшний влог, потому что у меня там вон бардачило уборки кучи. Я не знаю, я даже ничего не хочу убораться. Все это за ногами носится. Ну, будешь понимать, сюда зашел, все понес туда. Там вышел на улицу, принес назад. Все, ну, короче, капец. Уже когда вот тут вот все сделаем, да, Ки-Чу-нибудь. Вот тут линолеум додерем, да, что-нибудь доделаем. Уж тогда только это самое. Они сегодня мне тоже писали. Я говорю, ой, собаки живут в доме, у них есть будка в доме. Как это будка в доме? Вон, вон под тумбочкой у них свое место. Вот, собаки тоже грязные, их покупать надо. Кто в шпаклевке, кто в цементе, да, собакеры? Скажи, вы нас когда покупаете? Что это за безобразие? Покупаемся, 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 покупаемся чуть-чуть. Покупаемся, покупаемся. Да, вон их не будка, сверху там стоят наши уже причиндалы. Там компьютеры, все эти дела. У них там даже собственная труба, которая топит им тепленько, делает. Отопление, да. Ну, в общем, такие вот у нас дела и пирожки, да. Говори, пока. Все, на, сегодня пока. Да, что-то сейчас буду куда-то распихивать, как всегда. Что-то пытаться приготовить на вечер. Потому что питаемся мы как... Вон, смотри, на эту муху, а. Это одна залетела собака. Да не одна. Они вот как тепло становится, они вроде размерзают. Я не знаю, где они прячутся, да, это. Так что так, так, ну давайте я вам уже тоже. Точно уже, всем пока-пока. Если что не так говорила, если что не так сказала, извините, не обращайте на меня внимания. Я еще до сих пор после вчерашнего чумная. Так что так. Все, всем удачи, всем любви, всем тепла, всем самого-самого всего хорошего. Любите своих животных. Они вас любят, доверяют. Я же говорю, и даже здесь, если нашкодили, ну не сильно вы их ругаете. И мы тоже своих поругаем, поругаем, а потом что? Он такая здоровенка. Как написать бывает лучше, что хавайся. Ой, так что, вот такие пироги. Все, тем классного-преклассного настроения. Может быть не сильно веселый влог, но это жизнь. Так что так, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok